Сегодня у нас очень быстрый, простой, но невероятно полезный десерт. Творожный пирог с апельсинами. Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей, а вы смотрите канал Голодный Мужчина. Такой пирог отлично подходит на завтрак, он очень сытный и вкусный. Вы можете смело предложить его детям, это будет... не знаю, обалдеть. И вы можете смело предлагать его детям перед школой, заряд энергии и пользы им будет обеспечен. Первым делом, минут за 20 до готовки, достаньте 100 грамм сливочного масла из холодильника. Можно порезать его на кубики, так оно быстрее станет мягким. А духовку тем временем на разогрев до 180 градусов. Теперь к размягченному сливочному маслу просеиваем 210 грамм муки и половину чайной ложки соды. Смешиваем и начинаем перетирать. Это займет буквально минуту, к тому же эстетически это очень приятное занятие. Попробуйте! Получаем вот такую мелкую песочную крошку. Берем еще одну миску, в нее выкладываем 250 грамм творога или творога, одно яйцо и 100 грамм полстакана сахара. Смешиваем до однородного состояния. Масса должна быть жидкой, но если у вас вышло густо, не переживайте и добавьте еще одно яйцо. Кстати, вместо яиц можно целиком использовать один банан. И последнее, нам нужна фруктовая составляющая. Я предлагаю использовать апельсины, потому что сейчас январь и они очень доступны. Но в принципе вы можете использовать любые фрукты по своему усмотрению. Единственное отличие апельсинов и вообще цитрусовых в том, что при выпекании они остаются сочными. Сохраняют сок внутри, то есть. Но можете использовать консервированные фрукты, там персики, например. Решать вам? Берем три апельсина. Можно два, можно один, можно вообще без них. Но это, конечно, дикость. Срезаем шапки снизу и сверху, ставим апельсин и обрезаем остальную кожуру. Делаем это для того, чтобы убрать белую горькую корку. Затем разделяем апельсин пополам, убираем лишнее и нарезаем полукольцами. Готово! Теперь, чтобы собрать пирог, нам понадобится небольшая форма. Можете использовать и круглую, тогда пирог будет в виде торта. Тоже отлично! Пересыпаем примерно половину песочных крошек и слегка утрамбовываем вилкой или руками. Далее сверху выливаем творожную начинку, разровняем и засыпаем равномерно второй половиной крошек. Сверху выкладываем дольки апельсина. Если у вас остались еще фрукты, съешьте их просто так или порежьте, как мы, кусочками и заполните до конца. И, наконец, отправляем все в духовку. Вот так просто! Почти так же просто, как и постер-загадка к предыдущему видео. Вот она! Ее отгадала Лена Малова, так что ей пламенный привет и этот апельсин. Кстати, это был ужин. Картошка по-гречески. Если вы тоже не против поучаствовать, вступайте в нашу группу ВКонтакте «Голодный мужчина» и отгадывайте. От вас ответ. От нас привет! А тем временем 40 минут прошло. Вынимаем, даем пирогу остыть и можно кушать. Затем накройте его пленкой, поставьте в холодильник. На следующий день он будет еще вкуснее, разумеется. Скажу честно, я терпеть не могу творог в чистом виде. Ну, вышло так уже, че уж теперь. Но вот такой творожный пирог просто обожаю. Попробуйте и вы. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся! Субтитры субтитры сделал DimaTorzok